ребятки всем привет хочу сегодня затронуть очень важную тему на мой взгляд исток основу которая с которой многое начинается такую тему как знание нашего языка в плане умение им пользоваться и применять его преимущества его положительные качества вот из аналитики которую я провел в комментариях у себя на канале многие люди пишут что вот я горжусь тем что я русский я горжусь тем что я живу в россии никто не запрещает этого делать но на мой взгляд легко сказать что я патриот я горжусь а что ты на самом деле транслируешь что ты знаешь как ты используешь те древние знания которые тебе доступны потому что ты являешься носителем этого языка на данный момент я изучаю древнерусский язык в котором сорок девять буквиц символов и каждая буква обозначает образ мысли образ то есть дети раньше изучали вот этот квадрат 7 на 7 7 вертикали 7 горизонтали и каждая горизонталь что-то значит каждая вертикаль что-то значит причем в каждой буквице большой заложен смысл и логично если ты оперируешь этими смыслами если ты умеешь как кубик рубик собирать значения мысли образы в слова словосочетания выстраивать предложения в красивую форму то конечно ты являешься носителем великого и могучего языка но то как на моем банальном примере используют русскоговорящие люди язык в комментариях в повседневной речи по моему ощущению мира ощущению он не вибрирует он не несет смысловой нагрузки сейчас легко сказать букву слово и забыть завтра потому что она ничего не весит потому что она тонкая хрупкая как я это ощущаю то есть раньше допустим 6000 лет история вот этих букв они были схожими да поправьте меня если я не прав с по какой-то значимой части с иероглифами потому что иероглиф один тоже обозначал картинку образ соответственно по-другому вибрация языка во-первых шла во внешний мир во вторых во внутренний то есть днк наша помнит сложные глубокие выражения азим есим свет миру то есть когда ты говоришь боги ведают глаголи животе и же и е же ази вибрирует звук это на уровне днк ощущается многие вещи я не могу пока пока не могу объяснить в логическом состоянии но я буду дальше изучать и буду записывать видео но в целом есть такой еще пример когда наши предки работали в поле молодое население здоровое да когда у тебя уже есть сила в теле шли работать в поле добывали пищу добывали ресурсы а дети в это время находились под присмотром бабушек с дедушками то есть люди накопившие опыт жизненный передавали эти знания нашим своим вернее внукам напрямую много времени проводили в изучении той же азбуки да и 49 букв тех же смыслов также они переносили весь вот этот глубинный смысл мироздания на чем зиждется да все на чем основа истина этого мира детям и дети росли воспринимая впитывая вот эти сложные вещи как банальную истину и впоследствии я думаю им легко было отличить иллюзию от истины свет от тьмы ложь и так далее соответственно хочется сказать когда следующий раз я к примеру могу сказать это себе аналогию можно провести дальше когда я буду пальцем тыкать на кого-то и говорить делай так сделай сяк я вот то я не то нужно спрашивать себя а насколько процентов условно я знаю свой язык насколько богата я могу им владеть насколько я могу объяснить передать знания которые в моей культуре заложены следующему поколению что я сам как я их сам использую и какая от меня польза как я могу служить благодаря этим знаниям вам то есть духовность да сейчас это к примеру вас юрой разговаривали помедитировать помолиться и оставить все на более изъявления высших сил а раньше да допустим зная какие-то истины туда не ходи право не иди коня потеряешь влево не иди смерть найдешь ты просто используя знания применял их правильный выбор в правильное русло направлял свой энергетический поток используя слово которое ты дал которая значит что-то азим если свет миру боги ведают можно много привести примеров но то что я сейчас с наволочками развиваю проект мы хотим туда еще добавлять вот эту смысловую нагрузку потому что для меня странно что очень редко можно найти вот этот алфавит и сорока девяти букв объяснение каждой каждого символа объяснение в целом откуда он какова его история где истоки и хочется чтобы было хотя бы на этом пространстве мастерской души в тех проектах которых мы развиваем было больше возможности соприкоснуться с этими знаниями применить в действии и спросить допустим у тех людей которые уже сталкивались этим у тех людей которые ведают благодарю за очередной восьмиминутный ролик на который вы потратили время всех обнимаю с богом